То есть это-то понятно? Еще маленькое уточнение. Вы сказали, что женщина дает силы прислушаться к роду. А если человек, допустим, не женат и никогда не был, то у него таких сил нет в принципе или есть нормальное? У него пейджер есть, но обратной связью не будет. И самое главное, уснет. Он все равно не придет туда, куда нужно. Нет стимула. А зачем? Мужчина говорит, а зачем? Будет расслабляться и все. Конечно. Мужчине ничего не нужно. Он лег под пальмой и все. И так и жить будет под пальмой. Ну и не дом, и ничего не надо. А вот эти, которые вы еще в начале лекции говорили, которые суетится, суетится, типа ну что-то вечно делает, то он по сути выходит неправ, потому что то, что он суетится от жизни далеко, наверное, да? Ну это все равно не то, что нужно. Он суетится почему? То есть он пытается как бы занять себя, почему? Ну потому что он не помнит, зачем ему вообще все. Он просто, ну, в таком плане. Это тоже сон. Это сон почему же? Ведь он суетится бытовухой такой, которая, в принципе, мужчина ведь должен туда, вот он как воздушный шаг, он должен туда лететь. А женщина нужно ниточку дергать, подожди, стоп. Нам еще рано улетать. Полетели в место. Да, да. И что, она его приземляет, да, давай, ну еще тут не все, он просто пришла, ничего, подожди. Он опять туда, он опять иди сюда. Вот. В этом плане. Мужчине самое любимое занятие в YouTube, любимый ящик. Ничего не делать. Ничего не делать. Пусто. Ты что делаешь, ты что? А вот в этом ничем как раз не вот так вот прозревает, вот он планирует, там где-то такие высокие, какие-то большие эти мотивы. В том, что и дело, большие цели именно там, как раз в этом вот ящике, где ничего не делают. Женщина так не может, да. Еще вопрос. Расскажите, а вот на вот это свершение всех этих дел, какое-то время лимитировано выделяется или нету такого вообще временного промежута? Я объясню почему. У меня есть там один коллега, сотрудник, это вот человек, у него впереди вечность. Ну просто он. Он настолько медлительный, он все делает клево. Ну так, надеяберно. Просто невозможно дождаться его. Ни в одну неделю я не могу. Я просто забываю про него, то есть поминаю через неделю, тогда спокойно можно отременно. Ну вот видишь, что ты учишься уроки проходить. Это же твои уроки. Значит, у тебя где-то не терпец какой-то, а у тебя есть задание. Как ты со своим терпением? Ну то есть нормально. Ну то есть людей можно воспринимать такими, как они есть. Это первое. А во-вторых, нечего им указывать, как жить. Помните, я вот ворой вот эту дорогу писал, да? Поэтому никто не может научить, как жить. Нельзя сказать, ты делаешь это правильно, а ты делаешь это правильно. Мы же справедливы. И мы все равно все туда придем. Ну я к чему же? Время что выделяется на какую-то задачу конкретную? Или нет? Ну у меня все там, мои коллеги говорят, что я типа долго тоже долго делал. Ну не так долго как было, но тоже долго. Ну то есть вы понимаете, что я долго, а он еще больше, что ты стал вообще. Ну ты понимаешь, нет этого верила. Я понимаю, что у тебя есть какие-то там моменты, когда ты пытаешься сказать, что за смену ты должен сделать, допустим, 10 болтов. И если ты делаешь 8, то ты, говорит, делаешь медленно, а кто-то 2 делает, вот очень медленно. Ну это обычно зарплата революционная. А кто-то включил свой бейджер, был такой, например, в карте, кстати. Он на заводе делал 1000 новых. Ну представьте, то есть вообще перевыполнение новых в советское время не приветствовалось никак. Почему? Мы только эту норму перевыполнили. Пару, понятно. Да, процент снижали. Не, не, норму привели, то есть норму всем понимали. Нормировщики есть, которые понимают норму. То есть один тоже дать силу. Иначе чуть-чуть всех сразу дукая дали. Мы говорим, ты что, ты ж. Мы тут все вот так вот не наносим. А он 1000 новых делает. Ну 1000 новых, это ж. Но он же, получается, 1000 зарплат, получается. 1000 норм, по норме зарплаты. Раз, два, три. Они понимают, что мне так дело не пойдет, они могут и другое место. Другая специальность. Давай ты вот там. Ну проходит месяц-два, он опять на счет. А что ж такое? Ну да ладно. Он просто приспособлен делает, раз, две, то все модернизирует. Ну да ладно. Вот талон для человека, понимаешь, он делает вот так. Он не может мне там, он не из-за души, не из-за денег. Он просто по-другому может думать, ну зачем это вот так вот сидеть, корячиться, если можно вот так вот, чтобы оно само делалось. Понимаешь, то есть это талант, такие их единицы, они есть. Ну а все остальное, ну это всеусловно. То есть если ты работаешь на дядю, дядя устраивает твой темп работы, без вопросов, дядю не устраивает, он тебе скажет, знаешь что, я возьму себя в другую. И ты делаешь в другую. Либо так, либо ты учишься работать быстрее, чтобы тебя не устраивал, либо меняешь сам и занимаешься другим делом. Тут еще, смотрите, такой вопрос, я опять же к ней возвращаюсь, мы не своим делом занимаемся. Обычно на рубеже сорока лет, плюс-минус, человек меняет в жизни. Почему? Менее лет. Свою жизнь меняет, причем кардинально. И это у большинства. Ну, я не считаю тех, которые улыбаются. И приялись и пошли. И даже не знать зачем. Вышли на пенсию и померли. А что было? А кто? Дом, работа. Магазин. Здорово. А так получается, почему человек просыпается, и в нем душа начинает просыпаться. И первые такие одновуски, когда она что-то хочет. Таймин чего-то хочет, непонятно чего. И он не то что, как бы, понимает, его надо вот этого. Нет, он не понимает этого. Вот этого не понимает. У него есть некое томление, и он понимает, что... Даже он может спонтанно принять решение, так, все, ухожу, доставил, все, ухожу. Ушел, а дальше что? А дальше он, ну, я по черепу не знаю, что делать. Он-то уйти, ушел, а он-то дальше. И дальше начинает за поиск. Да, и друзья могут подсказать все, а дальше же как на душу даже. Дядь завелся. Оба-на, вот это отозралось. Человек начинает пробовать. И тут раз, идет, идет. И он понимает потом, что он всю жизнь этого хотел. Оказывается, вот он этим хотел заниматься всегда. И когда мы на своем месте, на своем месте, вот когда мы говорили о мере, как узнать мера, это твоя или нет. Если вы можете, но даже не хотите, это пока ваше место. А если вы хотите, но не можете, это не ваше место. Это так спастливать. Но, другое дело, когда мы уже созрели. Знаете, помните, как революционная ситуация, когда верхи не хотят, они за ним могут. Это вот точно так же, как вы уже не хотите жить по-старому. Или даже вы не можете. А, да, вы не хотите жить по-старому, а по-новому еще не можете. И поэтому вы что-то меняете, и это изменение происходит не быстро, но постепенно. И здесь, конечно, чтобы вас ваша половинка поддерживала. И вот здесь задавали вопрос, а что если женщина там еще, не подумала, подумала, не сказала. Понятно, что ей прилетит. Если была одна, так и внутри утопла. А так как она не одна, а с мужчиной, то прилетает на двоих. И, соответственно, на двоих плавучесть больше. Ну, поддержали тут как-то, выиграли, разлюбли, удержались, поплыли дальше. Поэтому вдвоем можно прийти дальше. Хоть одному идти вроде бы быстро, но не вопрос, куда и зачем. А вдвоем идти можно дальше, потому что всегда есть то плечо, на которое можно опереться. А иногда нам нужна всегда некая поддержка. Поэтому даем интереснее. Но для того, чтобы интереснее, тут еще такой момент есть. Помните, вот мужчину нельзя воспитать. Мужчину нельзя менять. Мужчина – это образ жизни. Ему нужно принять таким, как есть. Его нужно только принимать. А мужчина сам может поменяться. Вот сам он может поменяться. А его поменять нельзя. А женщина хочет его поменять. Это машинка. А женщина должна меняться. Почему? Потому что она сам умер. И как бы ей не хотелось, как бы ни. Она не понимала, что она умная. Она должна понимать, что вот только с ним у нее будет счастье. А без него нет. Еще ни одна распавшаяся семья не стала счастливой. Еще ни один человек, живший в одиночку, не стал счастливой. Ни один. Поверьте мне. Видел я квартиру с ластиков. Старая. Туши свинь. Не хотелось бы, чтобы кто-то такое видел. Волосы так делали. Поэтому. Ну, потому что незачем. Все незачем. И даже эта новая женщина, это тоже тяжелый случай. Поэтому, в том-то и дело, что семья должна жить гармонично, долго и счастливо, в любви и умеет водить детей. Как в сказке. В этом смысл. Мы должны стать хозяевами своей жизни, своей судьбы и управлять ею. И взять ответственность мужчина должен. За здоровье своих близких. Если в семье болеет, виноват мужчина. Если жена, дети болеют, мужчина виноват. Я знаю ответы на эти вопросы. И знаю, как эти решить вопросы. Оно решается. Если мужчина возьмет ответственность на себя за это. Если мужчина берет ответственность за благосостояние своей семьи. То есть на нем лежит ответственность кормить свою семью, чтобы был достаток в доме. Чтобы его дети или его семья росли в достатке. А не папа мой, как нам шарится. Если он не берет ответственность. Ну, извините меня. А не мужчина. Мужчина должен взять ответственность за то, чтобы были хорошие отношения в семье. На нем лежит ответственность. Я понимаю, что мужчина может женщина, но только женщина, сделать счастливой. Сам себя не может. Но в то же время и женщина может сделать счастливой только мужчина. Вот тут вот как-то обратная сторона. Тут никак друг без друга. Все в отдельности. Нет счастья в жизни. И, соответственно, он должен взять себя на ответственность для того, чтобы построить жизнь свою и своей семьи так, как вместе это говорили. Конечно, по-хорошему, раньше садились на берегу, когда встречались молодые парни, девушки, они оговаривали. Они говорили о том, как хотят построить свою жизнь. Что на них будет, что не будет. Про детей чуть-чуть. Вам скажут два слова. Мы... Кто для нас дети? Мы кто для детей? Хозяева? Или управленцы? Они нам принадлежат. Мы хозяева, а своим детям. Это как дом. Мы хозяин дома. Мы хозяин детей. То есть хозяин – это не командир, не управленец, которому он принадлежит. Я его говорю, что хочу, то с ними делаю. Тогда я буду рожать детей для себя. Они же мои. Я для себя рожаю. Сколько хочу, только рожаю. Мальчика или девочек одного или двух. Ну, чтобы комфортно было. Чтобы как все. А если дети не мои, они не принадлежат миру, а не спутники, и я для них спутники. Правда, не простой спутник, а родной спутник, близкий. То тогда, соответственно, дети приходят в этот мир, чтобы выполнить свою задачу, а не чтобы я им навязал. Так, у меня не получилось стать музыкантом. Так, ты будешь музыкантом. Я у тебя врач, и ты будешь у меня врачом. Независимо от того, куда, потому что, какая разница, будешь жить, как скажу. Ломаем жизнь. Естественно, детей зря прозрали свою жизнь. Ломаем жизнь. А там дети приходят, мы увидим, смотрим и помогаем им реализоваться, чтобы они стали тем, кем они хотят. Это первое. То есть, чтобы они выполнили свою задачу. Во-вторых, детей приходит столько, сколько нужно. Потому что они для мира приходят. Мы, хозяева, мы с этим делом, у нас все в порядке. И мы несем ответственность за всех детей. Это мужская тема, взять ответственность за всех детей. И даже если мы берем не своих детей, мы за них отвечаем, а как за своих. И даже еще больше. Мы жизнь так устроены. Бачилу кучу, лошуку кувал. Ими, что хоть повылайся. Свою гордость и все прочее, которое называется гордыня, засуньте в одно место. Пробудите в себе любовь. И станьте человеком. Потому что гордыня мешает нам быть. Проверять человеческие качества. Что-то там себе надумывая, считая, что это не то, не то, не так. Мы тем самым, мы тем самым калечим. И сами. Мы лишь на ушах, и в носу и зайцы. За это. Поднимается у нас. Мы уже не хотели видеть, что и текло тянется, и что это. Не хотим видеть, нам и зрения нас лишат. Ну, не хотим, так и не хотим видеть. Не будет. То есть, тут важно понять, что нет необратимых процессов. Можно в любой момент, даже если мы пошли не туда, остановиться. Включить разум. Осознать все и понять, что мы правы. И повернуться к этой проблеме лицом, а не спиной. И решить, решить этот урок. Потому что мы в жизни все не случайно. Мы же с вами говорили, что мир справедлив. И все нам по мере нашей дается. И наша мера сегодня там, где мы находимся. Вот то, что мы имеем, это наша мера. И поэтому задача наша решать эти вопросы. А не считать, что оно рассосется само как не будет. Ничего не рассосется. А только усугубится и долбанет нас так, что мало не покажется. Поэтому лучше решать вопросы. Мужчина, как бы ни было тяжело, но нет испытаний, опять же, как за измерки, нет испытаний, которые мы не можем решить. Нет ни одного испытания. Все нам по силам дано. И даже если вы не верите в свои силы, силы у вас нет. Но вы можете и отказываться от них. Тогда у вас врежутся. И заберут и эти силы. А если вы поймете попробовать все-таки решать эти вопросы, вам дадут, вы же помните, кто становится более, тому дает. Тому прибавляется. Он становится рисунем. У него появляется большое взрослое. А кто уже мается, а того он не мается. Поэтому решайте. Дело за вами. Это ваш выбор. Выбор каждого. Жить в счастье, в радости, в любви и достатке, и в здоровье. Либо в болезни, в горести, в несчастье, в нищете. Страдания. Дело ваше. Ну хорошо, давайте закончим на этой теме. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова